Лицом к стене семерых задержанных по делу о расхищении средств проекта «Стена» доставили в столицу для избрания меры пресечения. Их обвиняют в нецелевой растрате госсредств и хищении более 16 миллионов гривен. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий. Обыски у подозреваемых продолжались практически сутки. Сегодня им вручили подозрения. Все подробности расскажет Александр Васильченко. «Стена, которая должна защитить границу Украины от вторжения агрессора, и которую уже третий год активно рекламирует экс-премьер-фронтовик Арсений Яценюк, практически отсутствует. Фактически же, часть средств направлена на реконструкцию общежития в Харькове. Более 16 миллионов гривен осели в карманах коррумпированных чиновников», утверждает руководитель САП Назар Холодницкий. Следствие установило, оборонный редут не соответствует заявленным нормам. Частина денег была использована за нецелевым призначением, а другая часть была вообще разкрадена. По простому, чтобы понимали, например, будинство ракадной дороги шириной 3 метра, для того, чтобы техника могла в две стороны безперешкодно ездить. Однако, фактически, дорога была в одном месте 2, в одном метре 80, в другом 2,20. По подозрению, задержанные уже доставлены в Киев 7 человек. Среди них 3 чиновника Госпогранслужбы, столько же директоров фирм-подрядчиков и посредник, который координировал действия. В ближайшие дни число задержанных может увеличиться, заявил Холодницкий. Пока же прокуроры ходатайствуют об избрании меры пресечения с семерым подозреваемым. Мы будем полягать на держании под вартою, как закон предупреждает, внести заставы. Наша задача, чтобы было безопасено вышкодование заданных взбитков. Максимальная сумма заставы на всех – это 16 миллионов гривен. За два с половиной года оборонительный редут готов лишь на 15%. Следствие уже выяснило, что средства, направленные на строительство, отмывают через фиктивные фирмы. Например, детективы НАБУ установили, что в 2015-м Госпогранслужба перечислила липовым фирмам 175 миллионов гривен, которые в конечном итоге оказались у компании-прокладки «Киттрейд», созданной в том же году. Мы пытались недавно отыскать эту фирму, но офис у нее виртуальный. Когда-то была здесь такая компания, но они уже давно здесь не находятся на адресе. А давно это? Ну, еще в 2016 году они съехали. Евровал – стройка века главного фронтовика Арсения Яценюка. По факту ров, земельная насыпь, смотровые вышки, камеры наблюдения, металлическая сетка. Впрочем, незатейливое ограждение оказалось недешевой роскошью. Стоимость проекта – 4 миллиарда гривен. В стену уже замуровали 600 миллионов гривен. В начале этого года выделили еще 200, а затем еще 300 миллионов. Александр Васильченко, Андрей Кузнецов. Подробности – телеканал «Интер». Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.